МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удивительно созвучно с морем. А ну давай оттуда. С Ваському говорят. Давай, 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 давай. Кто пустил? Боезопас на берегу. Посторонние шляются. Патефон на бомбе играет. Странно. Но ведь не взорвалась же. Но кто же ее знает, что это бомба? Кто такой? Аспирант? Простите, лейтенант Макарин. Аспирант? Простите, лейтенант Макарин направлен в особую группу. В особую. За мной, лейтенант. Ну-ну, быстро, быстро. Одну минутку. Все почему? Потому что кипер Уваров хоть домой не встроил. А флотское дело знает. Туго. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, в таком виде. Ну вот, товарищ. Загорал под музыку, как на пляже. А что, пляжный сезон в самом разгаре, и я бы не прочь. А ты, Степа, под музыку. Доложите. Аспирант? Простите, лейтенант Макарин. Аспирант, лейтенант. Любите сюрпризы. Не, название ничего. Звучит. Как зовут? Юля. Как? Юлий. А по батюшке-то как? Макарин, Юлий Сергеевич. Юлий Сергеевич? Одевайтесь, Юлий Сергеевич. Благодарю вас. А это что? Ба, не как патефон. Музыка, Степа. Отлично. День сюрпризов. Описни. Нет, только классика. Вот книги с собой взял, может пригодятся, конспекты, пластинки. Аллегро-ко-ко-конбрио-он. Конбрион. Аллегро-конбрио, Пятая симфония Бетховена. В переводе с итальянского означает быстро с огнем. Что кроме этого умеешь делать, Юля? Из мелкокалиберки умею из 50 выбиваю 42. На лыжах так себе. Кто же вас направил? Как вы к нам? Я из хостчасти. Но узнал о вашей группе и просил направить меня к вам. Полагаю, что смогу быть полезен. До войны занимался полями. Тракторист. Агроном. Электромагнитами и акустическими. Я аспирант ленинградского физтеха. В лабораторию Александра, вы знаете? Ну, а я? Ну, ладно. Позвольте представить. Старший лейтенант Рашевский. Лейтенант Вердохлеб. Макарин. Лейтенант Ухов. Вы уже знакомы. Командир группы Иванков. Макарин. Ну, что ж, Юлий Сергеевич, вы вовремя приехали. Прошу. Благодарю вас. Можно просто Юля. Так вот, Юлий Сергеевич, наша задача понять немецкую мину, устройство которой неизвестно. На водолазном снаряжении все, железо, вплоть до заклепок мы заменили на антимагнитные материалы. Но как быть с телефоном? Вот вопрос. Задача ясна? Ну, да, в общем, да. Хотя, все так неожиданно. Любите сюрпризы, Юля. Они вносят разнообразие в нашу жизнь. Кто это сказал, Степа? Та один рыжий казал. То есть напряженность телефонного магнита с одной стороны ничтожна, но с другой стороны, чувствительность мины нам неизвестна. Вы считаете, с удалазного костюма телефон можно снять? Нет, я-то как раз полагаю, что можно оставить. Оставить. Или снять. Снять. Разрешите? Так снять или оставить? Лучше снять. Юля, Юля, а вы представляете, как без телефона под водой, рядом с миной, которую никто еще и в глаза не видел? А? Возможно, я чего-то не понимаю, как говорится, с корабля на бал. Ну, может, поднимать ее не надо? Ну, давайте поищем другое решение. Ну, что если взрывать ее просто на дне? И вы, конечно, Юля, знаете, как это сделать. А ведь, возможно, такая идея. Установить на торпеду мощный электромагнит и пускать торпеду по фарватеру. Где же взять эти электромагниты и как поставить их на торпеды? Расчеты я берусь сделать за две недели. Если, конечно, будут детали. Нет, лейтенант. Времени у нас нет. И деталей не будет. Степан, чего молчишь? Можешь без телефона? Уже. Что уже? С дня уже. Можно связь с сигнальным концомный в первый раз. Дело, Степан. Все предусмотрели. На все готовы. Думаете, одно, а она вам другое готовит. Не надо ее трогать. Не надо. Пробомбил и дело с концом. Лейтенантуха, вернитесь. Обязанности командира сторожевого катера. Отвечайте по форме. Дозорная служба. Борьба с подводными лодками. Охрана специальных судов от нападения с моря и воздуха. Вот и занимайтесь своими делами. Идите. Есть. А к нам гости. Лукьяненко! На губу захотел.